Доброго всем дня! Сегодня у нас 30 ноября 2023 года. В Харьков я продолжала все видео дневник. И у нас сегодня последний день осени 2023. Завтра уже все первый день зимы. У нас солнечная погода, прекрасная, морозец. Я подозреваю, что все замерзло. Сейчас пойду на улицу, еще сейчас не выходила. Отправлюсь в путь. Спасибо большое, кстати, за ваши вчера добрые комментарии. Спасибо, кто поправил меня, что в Острове Сокровищ персонаж доктор Ливси, а не Лившиц. Я не знаю, почему я так сказала. Очень много было. Спасибо большое, что вообще меня исправили. Но знаете, бывает, когда оговорочка какая-то. Бывает и такое. Тем более, нахожусь в постоянном каком-то, как белка в колесе. У меня такой день сурка, который я проживаю уже скоро два года. И очень хочется, чтобы на этих двух годах и все, и конец. И счастливая, прекрасная, мирная жизнь. Я в это почему-то верю свято. Вера очень важна в жизни. Так, еще хотела бы вам сказать, что слишком как-то... Кстати, я добавлю сейчас кадры с Джокером. Там буквально пару секунд. Но кто спрашивал, как Джокер, Джокер спит на батарее. Вот как-то он облюбовал батарею, спит исключительно на батарее. А еще сейчас вспомнила, там вчера кто-то увидел на кухне у меня... Кому-то не понравилось пятно на обоях. Надо все закрасить, надо покрасить. Ну, хотелось бы вообще закончить ремонт. Так как-то он сейчас приостановился. Мне очень бы хотелось закончить до Нового года. Потому что, кто не знает, мы восстанавливаем свое жилище после прилета 2022 года. После того, как не было окон. Окна были открыты. Очень много было влаги. Помещение было неотапливаемое. Это был март. Была минусовая погода. Много чего покрылось плесенью. Текла крыша. Текли... Ну, в общем, тогда и крышу пробило. Много чего произошло. Это все, я думаю, просто рассказываю для тех, кто только появился на канале. Поэтому сейчас уже несколько месяцев. Даже может быть больше. Я уже, честно говоря, потерял свое время. Мы занимаемся ремонтом. Делаем все как можем. Своими усилиями нам помогают люди. Делать ремонт. Рабочие. Ну, набрать полноценную бригаду рабочих не удалось, естественно. А так все деньги, которые зарабатывались в течение этого времени, вкладывались в ремонт. Но сейчас-то как-то случилось, что там вышли непредвиденные траты, потому что все прекрасно знаете, что когда дом старый, и что-то начинаешь делать, там начали сверлить, там отвалилось другое, там оказалось, что нужно заменить трубу, там заменить трубу. В общем, ремонт делали по минимуму, по самому-самому минимуму. Ну, закончилось тем, что, ну, еще, кстати, не закончилось, еще только в процессе, ну, просто надо то заменить, надо это, то есть это обязательно, в обязательном порядке. Простите, тут у Норы еще идет урок на фоне урок украинской мовы, и поэтому, Нора, там еще динамик сломался, надо срочно купить наушники, да? В общем, пришлось, Нора, и твой ключевый ключевый ключ, и нужно было ответить на вопрос учительницы во время видео. Так, по поводу, да говорю по поводу восстановления. В общем, это все потянуло за собой. Я думала, что хватит средств закончить ремонт, а так случилось, что в понедельник и во вторник были потрачены последние деньги на непредвиденные расходы. Расходы по ремонту, и ремонта надо продолжать, и мне сегодня звонил человек, говорит, ну, что мы, нужно же там было ехать еще покупать стройматериалы, ну, что мы едем, там заканчиваем, а я такая говорю, нет. Потому что, потому что тут уже сидишь и думаешь, допустим, сегодня надо продукты купить, а их тупо не за что уже купить. Вот так вот сейчас происходит в жизни. Очень бы хотелось закончить ремонт в этом году, и чтобы уже к Новому году вернуться. Чтобы вернуться. Ну, не знаю. Так, что я вам еще хотела сегодня сказать. Во-первых, очень много людей пишет на канале, разыскивают родственников своих. Даже было такое, кто помнит, что я встречалась с некоторыми людьми, но люди потеряли связь, и некоторые ее давно потеряли, а некоторые потеряли после 24 февраля 2022 года, находясь в разных странах, и просили меня, допустим, найти кого-то, отсылали мне адрес, было такое, что я ходила, смотрела, находила людей, давала контакты, либо было и такое, что я приходила. Человек уже умер, тоже сообщала об этом. Разные были истории, но, в общем, были такие, что не удалось найти людей. Было, когда мои зрители ходили к жившим по соседству, я просила, кто живет рядом, и ходили, находили по запросу, по адресу этих людей, сообщали, что с ними все хорошо. Ну, в общем, случаи были разные. И вот вчера мне еще написала женщина, она недавно мне оставляла под одним из видео, писала, что она разыскивает брата. И кто-то из моих, она написала адрес, и кто-то его нашел, в общем, и я вам хочу сказать, что все отлично. В общем, мне тоже напоминает, знаете, какая-то передача «Жди меня», да, «Жди меня» это так называлось раньше, передача. Сейчас я не знаю, она идет или не идет, но уже сейчас такое впечатление, что мой канал превращается, нет, я только за, я наоборот, я рада, это хорошо, если люди вот так вот находят друг друга. В общем, с 24 февраля они не общались, сейчас общаются, все хорошо, она мне написала, поблагодарила, сказала спасибо большое за то, что вы дали нам возможность общаться дальше. И в такие моменты аж слезы, честно говоря, наворачиваются на глаза. Спасибо вам большое за то, что я, в принципе, в данной ситуации ничего не сделала сама, но я благодарна Господу Богу, что вообще я могу как-то людям помочь, свести людей, благодаря каналу, благодаря такой многотысячной аудитории, могу что-то сделать полезное, я только всегда рада. Поэтому вот так вот, вчера тоже читала, это было, конечно, удивительно, вот так вот. И много было таких случаев, когда люди не общались, пусть, ну, по понятным причинам, да, не общались после 24 февраля 2022 года, после начала войны, и сейчас общаются. И это уже не один-два человека, а таких много. И, в общем, я в такие моменты всегда радуюсь, искренне радуюсь за людей, за то, что они находят друг друга, за то, что даже были такие, которые им не нужно было находить друг друга, у них были просто номера телефонов друг друга, но они категорически вот всё, поссорились и всё, и думали, что уже общаться не будут никогда в жизни. Ну, и было одно из видео, когда я рассказывала, что несколько месяцев назад, что сделайте первый шаг, позвоните своим родным и близким, наберите. И люди делали первый шаг, и, в общем, с тех пор теперь общаться. Я вообще считаю, что умный человек, наоборот, даже если понятно, что в ссоре виноваты двое, но умный человек сделает первый шаг. Первый шаг и к примирению. Мы все должны, мы люди, мы должны как-то прощать друг друга, да, я, конечно, понимаю, что ситуации бывают разные, но всё равно надо как-то... Просто сейчас думаю, что найдутся люди, которые скажут, что нет, нет, никогда, никого нельзя прощать, нет, вы что, этого простить нельзя? Ну, я хочу просто сказать, что Библия, да, нам говорит совершенно другое. И когда-то мне написала женщина, что вот, тебя бомбят, твоих детей бомбят, и ты подставляешь свою правую щёку. Я считаю всё равно то, что все, кто причастен к войне, они в любом случае будут наказаны. Ну, а те люди, которые не имеют к этому никакого отношения, допустим, такие же простые люди, как мы с вами. Ладно, давайте не будем грустным, потому что это всё очень такая больная тема для каждой семьи. Это отдельная история, и трудно на самом деле подобрать слова, так что быть максимально, максимально корректной, чтобы, не дай бог, никого не обидеть. Я на самом деле не хочу никого обидеть. Я хочу, чтобы на канале оставались люди те, которые за мир, те, которые против войны. Ну, а, естественно, те, которые войну поддерживают, я думаю, что вам на канале делать нечего. Потому что я всё равно это всё буду блокировать, блокировать и блокировать. Пожалуйста, не пишите политические комментарии, потому что под ними начинают разгораться. Я понимаю, у каждого своя правда и своё видение, свои взгляды, но, тем не менее, вы являетесь тогда, ну, вот такие люди, провокаторами, и под этими комментариями начинаются просто ужасные ссоры, скандалы и так далее, чего бы мне не хотелось. Так, всё, друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто ещё не подписан, потому что, по статистике, 60 с чем-то процентов людей на сегодняшний день остаются не подписанными на канал. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья, и помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром. Ой, здесь такой красивый лежит, спит на батарее, а? Это Джокер, да? Боже, смотрите, кто здесь спит на батарее.